Конец августа и приближающийся 1 сентября у многих родителей сопровождается дилеммой дарить или не дарить цветы учителю. Особенно это касается тех, чьи дети только идут в первый класс. С одной стороны это традиция, а с другой современный мир преподносит новые веяния. Наш корреспондент решил узнать, что тверичане думают о букетах на День знаний. Оля и ее мама уже обо всем договорились с одноклассниками. Дарить классному руководителю будут цветы, но не пышный букет от каждого, а по одному цветку. По одной розочке, тогда получится большой букет, это будет частичка от каждого из нас. Эстетично, экономно и учительнице приятно. История дарить цветы на 1 сентября началась в послевоенные годы. Тогда еще обучение у мальчиков и девочек было раздельным. И первые букеты мальчики из мужских школ дарили дамам учительницам. Такая традиция впоследствии распространилась на все школы. Но времена меняются, сейчас у родителей и детей в приоритете разумное потребление, экологичность и благотворительность. Чем много-много дарить букетов, потом после работы нести это все, а лучше подарить один большой букет. Он большой, красивый вот. С точки зрения практичности, считают родители, лучше подарить один общий букет от класса. Поддерживают такую идею и педагоги, которым зачастую непросто унести все подаренные букеты домой. Безусловно, приятно, когда ты получаешь большие, шикарные букеты от родителей. Это, конечно, признательность нашей работе. Но, если честно, хочется получить один букет, красивый, от класса. Но при этом очень бы хотелось, чтобы родители понимали, что в наше время благотворительность, это очень важно. И поэтому хотелось бы, чтобы более вот эти деньги, которые родители предполагали потратить на букеты, были бы потрачены на благое дело. Конечно, цветы — это неотъемлемая часть Дня Знаний. И сложно представить этот праздник беспышных букетов. Однако сейчас многие школы присоединяются к различным благотворительным акциям. Одна из таких — «Дети вместо цветов». Цель — сделать пожертвование в благотворительный фонд, а учителю подарить один букет от класса. В этом году к акции присоединилась 34-я школа Твери. Здесь собранные средства планируют направить на ресурсный класс, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Конечно, много им необходимо различного и инвентаря, и каких-то дополнительных еще материалов, которые обеспечивают их нормальную образовательную деятельность. Может полностью класс подключиться к этой акции, может группа детей, могут отдельные дети. Я думаю, что если букетов будет чуть меньше, это не испортит праздника, а то, что дети получат еще дополнительные какие-то возможности для развития, это очень хорошо. В итоге выбор остается за родителями. Оставаться верными традициям и дарить букет, а может быть пожертвовать деньги на благотворительность. Или отдать предпочтение другому подарку учителю. Субтитры создавал DimaTorzok